Екатеринбургские полицейские выловили в центре города гастролировавшего охотника на ботаников и теперь предъявляют его публике, мало ли может кто-то до сих пор боится и не решается заявить о том, что его ограбили. 19-летний южный гость из Челябинского Троицка отрабатывался в самом центре Екатеринбурга, в торговых центрах на улице 8 марта и в окрестностях площади 5 года. Действовал он силой убеждения, подавляя волю пациента, а выбирал себе жертв из числа случайных прохожих на вид посоптильнее, посутулие, желательно очкариков, нежелательно, чтобы в удобных тренировочных штанах. Он прямо без обиняков просил дать ему денег. Ну типа попал в тяжелое положение, братишка, денег на билет домой нету, выручай, дай сколько сможешь. Если нет наличных, ничего, можно перевести мне на карточку. Если клиент пытался отказывать, в ход шли другие слова, угрозы, запугивания и так далее. Со многими срабатывало. Заработок получался более-менее стабильный и хватало на все, в том числе на оплату посуточно арендуемой квартиры. Подходил к человеку. Здравствуйте, здравствуйте. Можешь, братишка, помочь? Да, могу. Сколько? Ну я ему сказал, ну 500. Он выручил мне 500, потом еще 500. Выручил, я пошел. К следующему тоже. Тоже выручил мне 4 тысячи. А это уже, ну 7 июля. И как, как, тоже выручил мне 21 тысяча рублей. Но слишком долго такое продолжаться, конечно, не могло, а он не почуял вовремя, когда пора сворачиваться. Два студента колледжей решились пойти с заявлением в полицию, конкретно в пятый отдел, на чьей земле промышлял заезжий грабитель-убедитель. Прогулявшись с ними вместе, оперативники довольно скоро выловили убедительного жулика прямо на его охотничьих угодьях. Теперь вместо платной съемной квартиры ему предоставлено место в хате и полный пансион до суда, который по статье 161 части 2 определит ему конкретный срок на казенных арчах до 7 лет. Продолжение следует...